Владимир Владимирович, я очень хочу домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Откуда вы? Я с Москвы сама. Ну, замуж вышла в Грузии, в Белиси. Ага. Двое детей у меня. Натая и Шотикова. Уже двое внуков. Ева и Лука. Двойняшки. Живут в Белиси. В данный момент я в Батуми. Я с мужем уехала в Россию. Ну, со вторым мужем, да. Мы здесь продали квартиру на Химшашвили, трехкомнатную. И там построили дом в Краснодаре. Ну, немножко задержалась. Мне в России дали депорт пять лет. Не могу выехать домой к мужу. А почему дали депорт? Депорт я опоздала. Ну, дом строился пока, да. Я опоздала с визой. Надо было визу перебить. Я немножко опоздала. И вот пять лет, вот уже три года я здесь. И мой муж там. Вот собираю мандарины. Первый раз в жизни. Он мне очень нравится. Я, когда в Москве жила, доставалась на Новый год понемножку. Интересно было, как растут они. А вот сейчас собираюсь с таким удовольствием на воздухе. Так прекрасно. Витамин С очень полезный, между прочим. Да. До России доедет, не доедет, не знаем, но мне очень нравится. А как вам погода? Погода, ну, это, в Батуми же такая погода. До дожди, солнце. Нормально, в принципе. Я уже здесь столько лет прожила, что домой хочу, но не могу. Еще депорт два года. А, ничего не получается, да? Нет, я... Вы знаете, как было? Я вообще, когда вышла замуж, у меня было гражданство России. В 92-м году, что вот была заварушка, вот это, да. Просто по-грузински я не понимаю много. И надо было пойти в российское посольство и сказать, что я гражданка России. Мой муж мне тоже ничего не сказал. И я ходила где-то лет 12 вообще без гражданства. Ни российского, ни грузинского. Поехала я по белому паспорту в Россию без гражданства. Потом приехала, чтобы получить пенсию. Мне 63 года уже. Что получить пенсию, пришлось взять гражданское грузинство. И то, сколько мог, сколько... Ой, в общем, ну, сделала гражданское грузинство. А вот уехать все равно никак не могу. А вы посольство не обращались? Посольство обращались. Они говорят, что нет у вас этого депорта. Я попробовал поехать, меня вернули. Сказали, что в Российской Федерации у вас нарушение. Это три года назад было. И я больше не пытаюсь пока. Вы сейчас в вашем огороде работаете? Нет, я у соседей работаю. Мои близкие соседи, мои друзья хорошие. Помогаете, значит. Они тоже мне помогают. Я часто болею. Они приходят, помогают. Это мои очень близкие. А вы сейчас, значит, за городом живете? Я живу в Салибауре сейчас. Ну и как ситуация? В Салибауре мне нравится. Ну, на квартире живу, конечно, деньги хорошие. Но что делать? Муж высылает. Триста доллара в месяц плачу за квартиру только. А, ясно. Ну, как-то. Все хорошо, все будет хорошо. Отлично. Удачи вам. Спасибо большое. Такой сладкий, такой вкусный. Такой большой. Букет витаминов. Да. В России, бедные дети, мы это вот так. Только на Новый год видели. Сляткий котмед. Ура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok